Давайте разберемся в норме, потому что исключений очень много всегда. Но мы говорим о норме сейчас. Очень важно ее понять, потому что мы же все, вот вы пришли на лекцию, вы к самосовершенствованию стремитесь. Значи, как меня не слушают, даже 20 минут, ушли вы с лекцией. А лекция длится 3 часа, без перелива. Поэтому, как бы, вы все вот такие люди, которые стремятся самосовершенствованию, в какой стадии вы там попали, ничего страшного, но все поменяется, и оно будет все очень быстро. Поэтому слушаем дальше, пытаемся понять норму. Итак, мужчина, он берет из жизни те правила, которые дают возможность достичь цели. А женщине нужно правила, которые достигают гармонии. Приведу пример. Допустим, вы живете с человеком, с каким-то. И вам хочется, чтобы в жизни вашей было все понятно. И вы пытаетесь с ним все проговаривать. Вот это так у нас в жизни, вот это так. И он с вами соглашается. Но когда ему нужно достигнуть какой-то цели в жизни, он пренебрегает соглашением. Вообще, правильно. Для достижения цели. И вы думаете, ну ты что вообще? Мы же с тобой договорились. Он говорит, ну да, договорились. Ну вот не надо. Вот это понимаешь? И без этого никак. И вы говорите, я не понимаю. Мы договорились. У нас и вам страшно становится с ним жить. Он говорит, как можно жить теперь? В следующий раз ты опять нарушишь правила? Да, опять нарушит. Потому что ему надо достигать цели. А если он не достигнет цели, у вас не будет возможности, ну как бы, выжить. То есть ситуация, в которой вы находитесь. Потому что женщина мыслит всегда на ближнюю перспективу очень сильно. Именно в жизни. Потому что ей нужна гармония во всем. Четкость как бы. А мужчина мыслит по природе. На дальнюю перспективу. Именно я говорю вообще в материальных вещах. Потому что в духовных вещах наоборот. Женщина мыслит на дальнюю перспективу, а мужчина только на ближнюю. Вот. Допустим, женщина понимает, как мы будем так жить с тобой, если ты духовным не занимаешься. Он говорит, какой духовность? У меня на работе я врал. Ну то есть он как бы, он в плане духовности, он не понимает, что я врал, будет потом. И в плане здоровья тоже. Мужчина не видит дальнюю перспективу. Ему надо сейчас побеждать. Женщина чувствует дальнюю перспективу в здоровье и в духовности. А мужчина видит дальнюю перспективу в деятельности. А женщина не видит. Она не знает, зачем вот сейчас так много работать, если у нас, допустим, там дети страдают, без отношений там и все прочее. О чем я вам говорю? Сегодня, в начале, когда мы начинали вопросы-ответы, одна женщина мне говорила о своем стремлении гармонии. О том, чтобы у меня в жизни было то, чего я хотела. А все женщины чего хотят, они когда рождаются? Они хотят гармонии, чтобы была такая у нас семья, чтобы мы друг друга понимали, чтобы все было, как у нас, хорошо, правильно, чтобы была настоящая, вот такая хорошая жизнь. Вот женщина вот к этому стремится. «Мои хорошие, это невозможно». Невозможно, потому что не бывает гармонии между противоположностями. Ну, как бы, гармония, когда вот, допустим, вот взять два кубика, допустим, да, одинаково, и сложить. Это гармония. Получается третий кубик. Мужчина и женщина, это как вот, это не как кубики, понимаете? То есть это противоположности соединяются. И поэтому понять друг друга, мои хорошие, невозможно. Так же, как невозможно понять женщине родственников своего мужа. Это противоположная энергия. Не одинаковая, противоположная любовь. Вот у меня такая от него любовь, а у них противоположная. Поэтому, понимаете, вот что такое семейная жизнь? Семейная жизнь это вещь, в которой понять невозможно до конца. Вот я объясняю, я как бы специалист по семейным отношениям, все равно до конца свою жену понять не могу. Но что-нибудь так чепутит, я такой, я такой, я такой, я такой, я такой, я пытаюсь понять, почему, какой у нее шли, чем она руководствовалась, я ее потом, когда она проходит ситуация, я ее спрашиваю, чем ты руководствовалась. Она говорит, слушай, отстань ты меня. Я говорю, ну слушай, я не предстаю, я просто подумал, пожалуйста, мне просто пеналки надо, я же людям лекции читаю. Она говорит, честно тебе сказать, я сама не знаю. Чем я руководствовалась в этом нет. Вот и все дела. Потому что женщина, она ничем не руководствуется. Когда он совершает крое поступок, она руководствуется своим сердцем. Она говорит, я так не могу, поэтому я так и делаю. Все. Вот всем, чему она руководствуется. Мужчина руководствуется, как у него какая-то идея есть, он ей руководствует. Но женщина чаще, часто, она всегда тоже старается правильно все делать, правильно все делать. Но иногда она делает что-то совершенно неправильное. И в это время она знает, что я по-другому не могу. И поэтому это правильно.